Всем доброе-придоброе утро. Еду домой на обед. Я сегодня так запахалась вообще и поздно уже еду. Хорошо, что у меня супчик есть вообще. Сейчас мимо проезжала, там у нас, как это назвать-то, парк, что ли, небольшой. Там, знаете, что делали? Наверное, здоровый-здоровый бутерброд с хамоном. Там, наверное, метров 10, а может, метров 10-то, метров 200. Вот так, представляете? Как жалко, что я работаю и не могу туда пойти. Вот, а я просто видела, они там нарезают хамон, все дела. И постоянно еду вот за этим креслом. Кто-то куда-то везет. Так что у нас какой-то сегодня еще один праздник, что ли, или что, я не пойму, на который я опять не успеваю. Ну, правильно, сегодня же суббота. После обеда вообще никто не работает. У нас даже магазины закрыты. Хотя, знаете, вчера начались скидки глобальные, скажем так, везде-везде. И, может быть, сегодня будут открыты магазины, но не знаю. Ну, в общем, суть в чем. Не попадаю ей на праздник бутерброда, скажем так. Вокодио да хамон. Ну, ничего. А я что, супчика своего вкусненького? Разогрей. Правда, у меня хлеб закончился. Надо было бы в Лидл ехать. Но если бы я поехала сейчас в Лидл, то я бы ни хрена не успела на обед приехать. Как-то так. Чарли там у меня лежит. У меня я кондер вкутила. Потому что очень жарко на улице. Хотя показывает 32. Не такая уж эта жара. Ну, в машине очень душно, как в консервной банке. Ну, вот так вот едем домой. По дороге и пам... Так что, не знаю, поехать в Лидл потом или не поехать. Буду думать. Потому что завтра, может быть, не будем дома кушать. Тоже надо об этом спросить мужа. Пиши. Такие вот у нас тут дороги, улицы, улочки, переулочки. Хрен проедешь тут. Зато в машине так хорошо, прохладненько. Еще так... Прям даже спина у меня побаливает. В общем, есть большое, огромное желание плюхнуться на диван. Включить сериал и смотреть. Видите, люди идут. И я еду. Я поела уже время кофе пить. Ну, кофе, кофейный напиток. Смотрите, какое у меня прекрасное чудо. Зацветает. Видите? Зацветает мой цветок. Классно же. А эти что? Такое ощущение, что они так просвечиваются, как будто желтые. Но нет. Они, видите, здесь как математика. Лохматый с той стороны. Ой, жарко. Но у нас сегодня какой-то литерок такой небольшой. Так что не так уж и я бы сказала, что жарко. Ну, кому-то жарко. Вообще, я так сегодня поработала, что у меня всем маникюр облез. Смотрите. А самое, что больше мне не нравится в женщины, это облезлое море не маникюр. Поэтому сейчас пойду сотру ногти до работы и пойду на работу. Цветы лучше днем, вечером поливать. Правильно я говорю? Смотрите, сколько много здесь расцветать будет тоже. Видите? Он сразу у меня пожухался. Я его пересадила. И все. Он себя нормально начал чувствовать. И смотрите, везде уже лезут вот эти. Но лезут, где солнце попадает. Здесь буквально через полчасика, через час у меня будет солнце. Только летом. Зимой этого солнца нет. И вот сюда заходим. Ну, не прямое солнце, а вот бывает солнце. Что-то меня душит вот это. И вот видите, на этой стороне, где солнце, вот эти вот бутончики красивые. И этот вон растет, как. Скоро пересаживать надо. В общем, так вот вам цветочки свои показала. Пойду ногти сотру, чтобы не забыть. А то потом, знаете, как стыдно будет руки показать. Я сегодня одна. Муж куда-то там, ну, и меня тоже пригласили. Он мне прислал фотки. Всякие там с вкусняшками. Видимо, какой-то балл-ресторан открывается. Вот. И на открытие пригласили. Но он мне сообщил уже, когда я поела. И потом, куда я пойду, мне сейчас уже на работу. Так что они там тусуются, а я дома. Завтра у нас походу, я уже даже посмотрела по интернету, будут самолетные шоу вот это. Вот сегодня они тоже летают. Как это? В общем, готовится к завтрашнему дню. Я почитала с 11 до 2 часов будет это шоу. Надеюсь, что я не то, что успею. Я, во-первых, это будет там, куда я хожу с Чарли гулять постоянно. То есть уже с Чарли прогулка там откладывается. Да и в 12 часов какая-то может быть прогулка. Можно дубу дать от жары. Он часто ходит, смотрите, весь. Жарко тебе, скажи мне? И мне, и всем скажи, тебе жарко? Мы сейчас белье вешали наверху. А он же как? Я наверху и он наверху. Загорать-то я вам рассказывала в прошлый раз. Ушла и он тоже улегся. И вот жарко ему не спустится. Нет, будет со мной. Вот где я, там и он. Да? У меня сегодня народу, кстати, полная парикмахерская. А он, когда полная парикмахерская, нервничает. Я обычно его там на террасе закрывала. У него там есть помещение, тоже туалет. У него там есть своё одеялко. И вот я его там закрывала, когда много народу, чтобы он не нервничал. А сегодня-то всё открыто, жарко. И все с ним пытаются разговаривать. А он же неразговорчивый. Ой, я почти нервничала и не нервничала. Ну ладно. И к чему я хотела сказать? Что жарко? Тебе жарко? Скажи мне, жарко. Так, ладно, буду ногти стирать. А куда я приготовила? А он там. Приготовила. Так что я не знаю, куда мне завтра с ним рвануть погулять. И надо это сделать с утра пораньше. В общем, подписывайтесь. И тогда вы всё увидите и узнаете. Я сама ещё нифига не знаю. Будет день и будет пища. Вот так вот. Вот тут делали большой бутерброд. Видите, вот под этими красными зонтиками. Вот это всё были столы. И вообще здесь сегодня какой-то праздник был, что ли. Или что-то, не знаю. Вот какие-то стулья наставлены непонятные. В общем, не знаю. А я на работу еду. Ну что, посмотрим, что тут с морем. Ну что с ним будет? Ой, какой хороший ветер. Народа, конечно, на море много. Вот оно какое. Тут на улице, наверху, ну так, прохладненько ветерок. А внизу не уверена. Иду на работу. У меня есть пару клиентов, поэтому будем работать. Смотрите, у меня какой бардак. Всё в волосах. Здесь даже достали стульчик, чтобы посидеть, подождать. Поэтому сейчас, пока не пришёл никто, быстренько всё это уберу. И будем работать дальше. Волосни. Ужас. Здесь, скажем так, три головы. Три головы. Такой вот рабочий беспорядок. Ну а пока я опять жду закрытия. И у меня стирается машинка. Точнее, полотенце в машинке. Продолжая тему денег, хочу рассказать вам. Были такие комментарии, вопросы. Сколько мы платим за воду, за свет, за коммунальные услуги. Так вот. За свет мы платим в месяц. Не очень много. Я бы сказала, даже мало. Относительно всех остальных. Но это, наверное, сводится к тому, что нас дома очень мало. Мы бываем дома и мало пользуемся всякими приборами. Ну так вот. Летом мы где-то платим около 20 евро в месяц. У нас, значит, из-за электричества, что там всякие лампочки, которые мало тратят света. Кстати, вечером у меня свет горит. Я без света как-то мне скучно и грустно. Телевизор. Телевизор тоже вечерами. Ну, телевизор, говорят, самое меньшее, что потребляет. Электричество. Это телевизор и телефоны. Ну, телефоны, которые зарядка для телефона. Вот. Ноутбук всегда включен. Что еще там у меня есть? У меня индукционная плита. Микроволновкой сейчас меньше пользуемся. И духовка. Духовкой тоже мало пользуюсь. Вот. Так что из электри... Машинка у меня... Я стираю всегда на холодном режиме. Все прекрасно отстирывается. Поэтому машинка много тоже не употребляет, скажем так. А горячая вода у нас от газа. Кстати, газ. Вот такая вот бутылка газа. Стоит в районе 15 евро. Она, знаете как? Два месяца может подняться. Потом может понизиться. По-моему, сейчас она стоит где-то 3-13 с чем-то. Но я еще даю чаевые, чтобы мне принесли домой. 15 евро всегда даю. Поэтому газ. Этого газа нам хватает на месяц. Чтобы просто для горячей воды. Хотя летом может быть... Не знаю, в общем. Ну не, зимой, летом одинаково. Купаемся каждый день, естественно. Умываемся, купаемся, моем посуду горячей водой. Поэтому вот на месяц нам его хватает. Это что воды? Нет, это что света и газа. Вода. За воду я плачу. Ну мы платим 60 евро за 3 месяца. Где-то 2 евро больше, 2 евро меньше. В общем, тоже 20 евро где-то в месяц у нас на воду уходит. Я не знаю, сейчас может больше будет. Потому что я и террасу мою побольше водой, знаете. И в общем, все. Посмотрим сколько. Так как приходит каждые 3 месяца, то особо я не могу сказать, сколько мы потратили в этом месяце. Так, что еще? Значит, есть такие коммунидат. Это, в общем, полы моют у нас в коридоре. На ремонт, всякие вот это вот дома или еще что-то. В общем, 30 евро уходит каждый месяц. Ну как он, капремонт или что, не знаю. На обслуживание подъезда. Вот такие вот расходы. Потом еще приходит 2 раза в год у нас, значит, облагораживание территории. Там, знаете, помыть все. На улице, в общем, на улице что это? Это где-то 100... Ой, не соврать бы сколько. 180, где-то вот так. Это платится 2 раза в год. По полгода. И потом на вывоз мусора или еще что-то, какие-то расходы. В общем, еще 200 евро за что-то берут. Я уже сейчас не помню, что там было написано. Они почти 2 вместе приходят. Около 400 евро. Мусор, в общем, в этих двух фактурах, двух накладных фактурах. Мусор, облагораживание территории. Потом вот это вот полив деревьев, которых у нас нету. Ну там, обслуживание дороги. Ну вы поняли, все эти услуги, которые вот около дома, рядом с домом. Вот, и все, больше, по-моему, и больше никаких расходов у нас нет. По квартире. Больше нет. Делают страховки тоже дома, квартиры. Они тоже от 200. И там уже, что вы будете страховать. Почти у всех, в каждой семье в Испании, есть страховка в квартире. Вдруг что случится, то страховая вам может заменить. И даже вот на столе у нас стекло лежит, разобьется. Его могут заменить. Но это опять все зависит от вас, что вы внесете в эту страховку. Вот оно идет от 200 в год. 200 евро. И там уже 200 евро в год. Больше расходов, по-моему, никаких нет. Газ, свет, вода, коммунидат. И вот, вот эти вот 2-4 получается. Еще, больше нету никаких. Так что вот так, вот так вот мы платим. Ну, я думаю, что, знаете, зимой за свет платим на 15-20 евро больше, потому что включаем обогреватели. Есть люди, я вообще удивляюсь. Вот, знаете, я зимой читала комментарии, что платят по 200, по 400 евро за электричество. Вот, отопляются, типа там, отапливаются, отапливаются, отапливаются. Отапливаются всякими электрическими вот этими гаджетами помещений. 400 евро. Это, я не знаю, у меня бы такая, наверное, парилка была за 400 евро. Тут какие же хоромы нужно, не знаю, как так можно тратить. У нас самое большое, это в той старой квартире было 60 евро. И там у меня обогреватель горел и день, и ночь в спальне. Но там спальня здоровая была и есть. Почему была? Она и есть. Поэтому я не знаю, почему столько много платят. И в парикмахерской я тоже за свет очень мало плачу. За свет я плачу около 20 евро. Ну, я здесь полдня, конечно, нахожусь. Вот сейчас у меня горят только вот там свет. И он мало электричества жжет. А горячая вода тоже от газа. В общем, вот такие вот расходы. Я приехала на набережную, но на сам пляж я не пойду. Слышите, какие звуки купающихся? Я пойду сейчас вот тут. Потому что там очень жарко для Чарли. Да-да-да, для Чарли жарко. А тут небольшой тенечек есть от веток. Поэтому ему будет здесь удобнее. Такие крики с пляжа. Завтра, наверное, не поеду на пляж. Очень много народу. Тем более, если будет это шоу, то там просто негде будет приткнуться. Спрашиваем мужа, поедем завтра смотреть. У него какие-то дела. На работа намечается. А одна даже не знаю, что делать. С Чарли в парк схожу погуляю. В общем, завтра проснусь и посмотрю на свое настроение. А дома тоже неохота целый день сидеть. В общем, посмотрим. А сейчас мне нужно поехать заправиться на понедельник. У нас кое-что намечается в понедельник. Так что, друзья, подписывайтесь, кто не подписан. Чтобы не потерять меня. Вот. И у меня есть бензин, но всегда как бы нужно, чтобы было побольше его. Потому что не знаешь, куда судьба тебя занесет. Так что заправлю себя заправляться. Мне нравится здесь. И вот не знаю, ехать за меркадону, за черешню или не ехать. Потому что еще бы можно было бы арбузика купить. Но вкусные арбузы продаются в марокканском фруктовом магазине. Он завтра, наверное, будет закрыт. В общем, вообще пипец какой-то. А тоже фруктов-то уже закончились. Черешня. Черешня как семечки. И прям-прям-прям-прям-прям. Надо наесться, пока есть. Так что, наверное, заеду за черешней в меркадону. Потому что мне оттуда нравится. Если, конечно, не разобрали все туристы, которые понаехали. Понаехали тут разные туристы. Прям как медом им тут намазано. Всю черешню раскупили. А я вот не могу ее купить. Да. Нет, я, может быть, наговариваю. Может быть, там три ящика этой черешни. Понаехали, заразы. Такие купаются. А я вот тут ходи по кустам. Ой, правда, по кустам я хожу из-за Чарли. Но все равно. Вся вот это вот, что там машины никогда не было, все занято. Представляете? Купаются люди, купаются. Купайтесь, купайтесь. Вы потом уедете, а я без вас поеду купаться. Да. А пока по кустам хожу. Смотрите, видите? Когда я зимой здесь гуляла, здесь никого не было. ни одной машины. Мамо! И что, встал? Мамо! Не дурак, в тенек пошел от машин. Не нравится ему в такую погоду, конечно, гулять. Жарко. Мне нормально. Смотрите, все-все в машинах, видите? Вот, в тенечке идет. Иди сюда. Я, кстати, в своем платье, в полосатом, в полосатых шлепках и в своей новой сумочке. Кстати, очень удобно, знаете? И оно к этому платье очень подходит. Не знаю, как вам показать. Делает его как бы, как костюм, что ли. В общем, прикольно. Мне нравится такой образ. Вот так. Ветерок такой обдувает. Вы знаете, все там, типа, ой, страшная жара в Испании. Там 30 лет такого не было. Я не ощущаю. Вот клиентки мои сидели, говорят, ничего, нормально. Нет никакой супер-пупер жары. Может быть, там где-то в центре, и может быть. Но тут у нас нормально. Погода вообще суперская. Знаете, вот здесь даже рыбки есть. Они сейчас уплыли. Вот тут в этой грязюке они туда уплывают. Рыбы. Представляете? Это родник. Вот здесь у нас родник. Есть вот этот. И вот там. И вода вот оттуда идет. Там рыбки живут. Так что приезжайте к нам на юг Андалусии. Здесь у нас не жарко. Ну, как не жарко? Относительно. Не 40 градусов и не 50. 28-30 градусов. Мне кажется, это нормальная температура. А тем более с моря ветерок дует. Зашибись. Да, Чарли Браун? Нет, ему не нравится. Ему жарко. Зря только приехала. Черешни даже и запаха нет. Кипец. Одни арбузы лежат с дынью. Так что где-то у меня, правда, разобрались все. Вот такие туристы. А все пипец. Все есть, есть хотят фрукты. А не арбузы. Я закрываю в обед жарю. Потому что у нас солнце светит прям сюда. И очень сильно нагревается комната. Пипец. Такая духотилка потом становится. Но потом, когда солнышко уже садится, я открываю. И все. Ой, шашлыками пахнет. А вон там шашлык делают. Вот там. У них там прям целый бассейн, наверное, стоит на крыше. Так вкусненько пахнет. Цветочки мои, смотрите, растут. В общем, замечательно. Я уже буду с вами прощаться. До завтра. Увидимся с вами завтра. Стою тут на таком балкончике. Что-то страшно стало. Вдруг отвалится. И полечу я вверх. Ой, вверх-вниз. Он же, наверное, не предназначен для того, чтобы я там стояла. Такая тушка. Ксюшка-тушка. Буду с вами прощаться до завтра. Встретимся с вами завтра. И начнем новый влог. А пока всем пока-пока и до завтра.